Привет! Покажу я сейчас классическую унисейскую мушку. Яйцеклад, но в принципе может любой быть яйцеклад. Я на данный момент использую модеру аэрофил. Красенький будет яйцеклад у нас. Сформировали яйцеклад, крепим основную нить, крепим люрекс. Закрепили, толстая монтажка больше не нужна. Формируем тело. Сюда пробежались, вернулись назад. Вот тут-то секрет и начинается. Чтобы люрекс не сползал, надо последний слой делать как с промежутками. И в эти промежутки потом положим люрекс. Тогда он никогда не сползет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закрепили. Обрезали. Сделали контрольный узел. И вот теперь люрекс вложим вот именно в эти промежутки, которые мы оставили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понятно, да? Вот в этом хитрость моя. Ну, может, не только моя. Но хитрость такая вот, что люрекс уже никогда не убежит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лохматили нушенцию. Хариус почему-то лохматые больше любит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И... Хакл. Хакл коричневое перо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С одной стороны я обрываю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот с той стороны, с которой оборвал бородки, прикладываю цевью крючка РС. Один оборотик. Зафиксировали. Потом что я делаю? Перо маленько вперед вот так вывожу. И фиксирую уже конкретно. Раз. Готово. Под each other. Сильно лезть на перо не надо. Иначе не лягет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Контрольный узелок. Обрезаем. То, что торчит вперед. Можно загнуть назад, прикрепить ниткой, но тогда они лягут вперед. Все, влачем. На иголочку, пусть сохнет, в описании напишу, какие материалы использовал. Вот такая вот мушка, с точкой атаки. Спасибо за внимание.